Давайте чуть-чуть эту нашу задачу изменить. Я дам вам такую картинку. Квадрат, расчерченный на единичной квадратике. Вы должны, начав с некоторой вершины, пройти по всем отрезкам, хотя бы по одному разу, и вернуться в вершину, с которой начали. Естественно, маршрут должен быть как можно короче. Повторяю, то же самое, что мы делали для Куба, только вот для такого графа. Найти кратчайший эйлинф-цикл. Что называется, форма отчетности такая же. Тоже пишите, ну, один, два, три. Давайте даже, чтобы у всех было одинаково, начнем вот отсюда, вот это начальный маленький. Задача очень похожа на это, да? А вот, получается, здесь вот, который снаружи. Это получается одна рюква, или тоже три? Еще раз, у нас есть граф, у него есть вершинки. Как вы видите, у него 16 ошибок. Вот это все вершинки. Раз, два, три, четыре, пять, пять, да? Вот это рюква. Требуется пройти по каждому рюклу хотя бы один раз. Нет, вообще понятно, абсолютно. Ну, опять, давайте начнем с какой-то какого-нибудь, хорошо? Да, пожалуйста. Эй, 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 вы что? Один уже написано. Один, это да. Один. Нет, один это вот этот маленький сочек. Да. Этот кусочек, этот маленький, да? Эт, пожалуйста. Десять, одиннадцать, и двенадцать. Давай, хорошо, дальше. Потом мы идем сюда. Возвращаемся. Да. Пишите там, тринадцать, на том же рюкзе. Нет, на том же рюкзе, рядом с двенадцать. Тринадцать. Тринадцать. Да, теперь ты поставь. Четырнадцать. Отлично. Пятнадцать. Шестнадцать. Здесь пишем семнадцать. Восемнадцать. Дюбаzentи. Пятнадцать. Возвращаемся сюда. Тринадцать. 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 здесь 22 правда что можно забыть? а главное видно что много нет, вы уже доделаете конечно 22 дальше 24 25 26 27 28 29 30 30 30 32 32 32 32 33 34 35 36 ну что ребята за 36 за 36 прошу мне кажется очевидно многое да очевидно что можно быстрее и главное господа если я вам дам еще большего размера графа то вы путаться будете еще больше правда поэтому хочется понять как же решать разные такие задачи для разных графов совет еще раз продумайте что мы делали для Куба и станет сразу лучше на самом деле надо ее решать так же как мы решали для Куба я думаю что у нас 27 27 еще у кого-нибудь есть? 25 нет мы же сейчас хотим вернуться в точку с которой начали да? тогда 27 не бывает объясняю почему эти точки можно покрячить в порядке и вы будете каждый раз переходить с точки одного цвета в точку другого цвета поэтому любой маршрут который заканчивается там уже где он начался он четный для ныне поэтому я даже и кроме того ну хорошо вот вы придумали какой-то маршрут просто где-то просчитались но предположим что вы все правильно считаете и придумали как доказывать что нельзя меньше не понял что тут на правой доске еще раз думайте вот на правой доске там что-то такое очень важное написано вверху такой длинный-длинный круг можно ли что-то похожее сделать для нашего квадратика? 3х3 3х3 и вот на правой доске если вы уже оказались в этом поберите вот видите иллюстра скажите пожалуйста а зачем вот эти стекляшки? я понимаю что красиво чтобы больше освещать почему? как больше? Там внутри, конечно, лампочки, а зачем эти стекляшки? Что если кто-то посмотрел на лампу? То есть, знаете, почти как. В общем, это остальные светильники, тоже посмотрите. Казалось бы, можно было поставить лампу, а они почему-то поставили не лампу, а... Чтобы было очень ярко. Чтобы что? Чтобы было очень ярко. Если просто поставить лампочки, будет ярко? Вы уверены? Да, слушайте, небось ведь у вас и дома, скорее всего, у кого-то есть, слушайте. Да. Были. Слушай, были. Сейчас уже перечли просто на лампочки, да? Да. Чтобы буквально были. Стоп, стоп. А перечли на лампочки, вы... Я сейчас... Я не хочу сейчас никак вам в душу влезать, но тем не менее. Перечли на лампочки в том смысле, что было лень становить люстру, или потому что захотели прийти? Ну... Давай. Ну, это вряд. Люстра упала, разбилась. Нет. И вы увидели лампочку... Мы переехали. Да. У нас была люстра, а мы переехали, и в нашем доме сразу были лампочки. Лампочка одна, или лампочек много? Много. Лампочек много, и каждая из них маленькая. Ну, вот такие гривляшки. Ну да, каждая небольшая, не очень сильная, но зато их много. Да. Замечается. Замечается лампочек. Да, да, да. Такой вопрос. Зачем мы устроили, зачем много лампок? Идея понятна или нет? А на этой стратике много. И что? Казалось бы, вот посмотрите на это большое чувство. Давайте мы ее попросим, все эти стекляшки, наверное, станет светлее или нет? То, что через стекляшки больше проходит свет. А почему? Казалось бы, они задерживаются. В результате во всем помещении более или менее светло. Если бы там были просто лампочки без лампок, то в каком-то месте было бы очень ярко. А в каком-то темно. А в каком-то было бы существенно темно. Согласна? Да. Они рассеивают свет и поэтому равномерно в результате нет ни слишком светлой зоны, ни слишком темной. Между прочим, я всегда очень сильно злюсь в этом смысле на гостинице. Вы кто-нибудь в гостинице работали? Да. Замечательно. Представьте себе. Значит, прихожу я в ресторанцию, а включаю в комнате свет и вдруг обнаруживаю, что он абсолютно сломит. Выхожу на кухню, и он там яркий, замечательный. Иду в туалет, и там тоже хороший яркий свет. А в жилой комнате, ну там эта кровать, стол, удивительно тусклый. Зачем это делают большинство гостиниц? Потому что они убеждены, что человек, когда приходит спать, ну, понятно, зачем на кухне нужен яркий свет? Ну, чтобы есть, да. Чтобы и все видеть. В туалете? В туалете. Ну, тоже там же. Промахнуться, да. Ох ты, замечательно. А в жилой комнате они думают, что люди более-менее только спят. Мне это всегда жутко мешает. Потому что я вообще-то люблю почитать и пописать. И вот, и совершенно... И вот. Ну, тем не менее. Чуть поделаешь. Ладно, это сейчас слова. И я что-то, говорю, задачу решить. Напишите формулу в подражании той формулы, которую мы писали для Бога. Надо пройти по всем вершинам и у каждой написать чему равна эту степень. Все это сложить, разделить на 2 и получится количество ребер. Сможете или нет? Из углов. Из углов сколько плавилей? Пишите. 4 умножить на 2. 4 угла. 4, да. Умножить 4. Плюс. Центральных точек их тоже 4. И у них степень какая? 4. Пишем 4 умножить на 4. Отлично. А теперь еще по границе. Сколько точек по границе? Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, четыре. Восемь. Три. Пишите. Пишите. Восемь умножить на 2. И все это делите. Верезотальная черта и все это делите на 2. Равно. Отлично. 4 умножить на 2. Волочью. 4 умножить на 2. 4 умножить на 2. Получается 4. 8. 3. 24. 48. можно посчитать. Вы согласны, что всего в этом графе 12 горизонтальных лёпок и 12 вертикальных горизонтальные лёпки это 3 3 3 3. Всего 12 вертикальных. вертикальные это уже 3 3 3 3. Поняли? Так что мы получили правильный ответ. Вот. А теперь самое главное. Если нарисован Эйверов цикл, то единички надо где прибавить? Какие степени? Молодец. Тройки надо заменить на 4. Я думаю здесь получил 32 и 32 плюс 24 равно 56. Не пополам будет? Да и получается 28. Пишем. В эту пирамиду я пишу 20. Теперь поняли? Спасибо себе. Господа, смотрите. Это называется оценка снизу. То есть что он только что сказал? Что тут у нас есть графа. Какие-то вершины у него чётные, а какие-то нечётные. Замечательно. И мы, рисуя Эйверов цикл, вынуждены через все вершины, которые были нечётные степени, пройти, что нужно знать лишь 1. В результате все эти тройки мы должны заменить на 4. И считаем, получается 28. Теперь интересный вопрос. А как обойтись ровно 28 отрезками? Ответ очень прост. Очень прост. Мы должны на картинках правильным образом провести ребра, чтобы получился граф, у которого сумма степеней вершины ровно такая, как здесь написано. То самое число 28. Господа, давайте затрону ужасную картинку. Рисую большую. И давайте мы сейчас придумаем, как добавив всего лишь 4 ребра, сделать степень всех вершин чётными. Вообще-то это можно сделать единственный способ на этой картинке. Наш маршрут не меньше, чем 28. Значит, у нас в запасе есть 4 ребра. Добавив, пририсовав 4 ребра, надо показать, какое ребро надо проходить дважды. Какие? Какие? Крайние. Даже не целиком крайние, а вот только вот. Да. Вот она. Идею поняли? А теперь вопрос. Почему можно пройти эту картинку, начав и закончив, а потеряем? Правда, мы её ещё не доказывали, но это основное утверждение. Если все вершины чётной степени и граф связаны, то можно пройти. Но проще всего здесь взять настоящую картинку. Пошли? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, иду. Один, девять, оказывается десять, десять, двенадцать, 19-20, да? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 Идея понятна? Правда, вы можете, конечно, возразить, что я просто придумал конструкцию, а может быть, ее очень трудно придумывать, а может быть, это вообще, я не знаю, там, год тренировался, на самом деле, я абсолютно не тренировался. То есть, такую конструкцию на самом деле придумать очень легко. Давайте я сейчас объясню, кстати, это будет, на самом деле, по большому счету и доказательство, собственно, всей общей теории. Давайте я сейчас поясню, что вы, если бы я запутался и вернулся в исходную точку, а все еще не обошел весь граф. У нас есть квадрат, задача такая, идти, но не все прийти. Понятно? Поехали. Вы просто не особо следите, и так все и получится. Пишите посередине, нажимайте. Да и придерживайте. А что? Правильно. Давайте, давайте проследим. Что она сделала? Она проследила и пришла по контуру. 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 Да? И вернулась. Да. А что произошло с нашим графом? Что от него осталось? Давайте посмотрим, что осталось от нашего графа. Вы согласны, что вот это ребро осталось? Да. Господа, теперь очень простая вещь. Если вот так вот не получилось обойти все с первого раза, мы берем и проходим по ребру. Так, ну скажем, вот это будет А, хорошо? Вот это будет В. Ну куда дальше идти? Ну вот это три варианта. Сюда? Нет, сейчас совершенно все равно. Так, куда дальше идти? Вверх, лево, вправо. Влево. 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 Дальше. Еще раз лево. Еще раз лево, отлично. Ну здесь вариантов уже нет. Дальше. 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 Подавайте? Можно ждать? Да. Дальше. 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 slёвое. Дальше. 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 Да. Дальше. Так, давайте. соединить в один машин. Совсем просто? Смотрите, что такое по сути то, что есть цикл? Это такой цикл, правильно? А из бюдж – это тоже цикл? Ну а теперь смотрите, если у вас есть какой-то там цикл и есть пересекающий его цикл. Неважно, как он устроен. Что-нибудь такое. Да мы не могли иметь одну общую, что мы могли больше, меньше, неважно. Как естественным образом получить один цикл? Нет. Еще раз. Другие ребра меня пока не волнуют. Вот у меня есть два цикла. Один белый, другой желтый. Как эти два цикла соединить в один? Совсем простая. С помощью пересечений. Как? Покажите. Как пройти, не открывая руку, оба цикла? Каждый из них мы умеем проходить. Как пройти оба? Нет. На этот раз. Молодец. То есть смысл какой? Вы спокойно идете по первому циклу. Как только он пересекся со вторым, то вы что делаете? Переходим на второй цикл. Вы переходите на второй цикл и полностью проходите второй цикл. После этого вы что? Продолжаете? Первый. Идти по первому. Представьте, вы начали здесь. Идете, 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 дошли сюда. Прошли желтый полностью и пошли по белому. Все понятно? Да. Таким образом белый и желтый удается объединить в один цикл. Правда, на нашей картинке все равно есть другие ребры. Так что? Берем какой-нибудь другой цвет. Какое здесь еще ребро не было пройдено? Вот, например, вот это. Ребро не было пройдено. Правильно? Видите, вот по этому ребру еще не ходили. Ни цифры, ни буквы там нет. И что мы сейчас делаем? Мы идем по этому ребру. Ну, я не знаю. Слушайте, можно я все-таки как-то говорю? А, ну, я буду писать маленькие латинские буквы. Вот, А. А, ладно. Поэтому ребру тоже не ходили. Б, С. Понимаете, да? Д, Е, Ф, Ж, H. Что у нас получилось? Еще один цикл. Так? Да. Ну, он где-то пересекается, на самом деле много пересекается и с первым, со вторым. Не важно. Лишь бы он с каким бы он переселся. Когда у нас есть вот этот вот третий цикл, который там взял и переселся. Что мы можем делать? Мы можем идти сначала вот по этому. Потом что делаем? Доходим. Полностью проходим этот. Завершаем этот и завершаем этот. Все понятно? Сколько бы у нас ни было циклов, но как только какие-то два из них пересекаются, имеют общий режим, то они превращаются в один цикл. Так? Ну, если подумать, то ровно так теорема Эйлера. Один из способов доказательства такой. Я не хочу сейчас рассказывать полностью доказательства, потому что у нас там еще несколько задач осталось. В общем, господа, в следующий раз мы завершим. Там даже, наверное, парочку доказательств разберем. Эти самые теоремы Эйлера. Вот. А сегодня вот эта идея, ну, она, на самом деле, почти все решает. Но в следующий раз я четко, ну, понятно, аккуратно расскажу именно в виде, не в виде идеи, а в виде монопатического доказательства.